Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Куденова Наташа, и сегодня у нас первое видео из новой рубрики. Рубрика «Отпочекуется от вязания на заказ для чайников», но у неё нет названия, поэтому я прошу вас помочь. Как мы назовём наши с вами светские разговоры о жизни, о психологии, о нас с вами и о наших близких, о вязании в частности? Помогите мне придумать название, я буду очень признательна. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить о возрасте, об отношении общества к возрасту и о нашем с вами отношении. Вы, наверное, видели в интернете информацию о том, что у нас с вами молодой возраст считается, по-моему, до 45, потом до 60 или до 70 взрослый, и вот потом где-то там, где-то очень сильно там наступает старость. Но у нас с вами в обществе не совсем так. У нас как-то вот, вы знаете, мне понравилось, как Жванецкий сказал об этом, он сказал, люди пропадают. У нас целое поколение пропало, женщины 50 плюс пропали, они невидимы на улицах. И очень часто ты видишь о том, что когда женщина вырастила своих детей, она как бы потеряла свою жизнь, она как будто, как будто всё у неё закончилось. И опять же, это наши выборы ещё говорят о том, что когда я училась на экономике труда и управления персоналом, у нас была такая интересная тема о том, что люди, выходя на пенсию, очень часто начинают, как сказал преподаватель, я очень хорошо помню эту фразу, начинают умереть как мухи. Почему? Потому что у них цели больше нет, стремиться некуда, и они внутри себя чувствуют ненужными. Так вот, мы с вами так не должны. Вот нельзя этого допускать. Во-первых, нужно понять, что сейчас уровень жизни, уровень медицины очень сильно вырос. Особенно это касается крупных городов. Как ни удивительно, не в деревне с хорошей экологией люди живут дольше, а в городах. Потому что здесь выше медицина уровень, быстрее можно получить помощь. И в принципе, люди больше владеют информацией и видят, что в 70 лет можно быть ещё очень активным человеком, и много своих дел иметь, и, собственно говоря, некогда скучать совершенно. Но когда я иду по улице, в Барнаума, например, я очень редко встречаю взрослую женщину, горящую, летящую. Вот как-то не так давно, несколько месяцев назад я шла по парку, и передо мной шла девушка. Я не сразу поняла, что у меня диссонирует в этой девушке. Абсолютно прямая спина, длинные волнистые волосы, в кроссовках, в джинсах такая бежит. Но я поняла, что у неё волос седой. Ну, интересно. А когда я её обогнала, я увидела, что это очень взрослая девушка, может быть, около 70 лет. Я плохо определяю возраст визуальный, не понимаю возраст человеческий, ни 25, ни 40 для меня это проблема. Я понимаю, старший или младший меня человек. И вот с такой спиной, с горящим взглядом она куда-то бежит по своим делам, такая счастливая и нарядная. И прохожу несколько метров, встречаю другую девушку, может быть, даже моложе, которая идёт очень грустно, очень медленно, с опущенными крыльями. Очень такая, как там, а как воду опущенная. И ты понимаешь, что вот в этом человеке очень мало жизни и мало энергии и мало интереса. Ну, по какой-то причине наверняка она есть. Вот мы с вами люди творческие и горящие, и нам с вами нужно это сохранить. И как же это сделать? Ну, во-первых, нам нужна поддержка. Поддержка таких же людей, как мы. У вас есть друзья и родственники, которые разделили бы эту точку зрения и которые бы поддержали вас? Если нет, то срочно нужно найти. Ну и здесь мы тоже, конечно, об этом говорили. На самом деле, самый классный период наступает. Мы уже с вами точно поняли, чем мы занимаемся в жизни. У нас есть какая-то работа, или мы уже заканчиваем работать и собираемся выйти на пенсию. Дети. Уже тоже за них можно не волноваться, у них всё хорошо. Они взрослые ребята. Внуки классные, скорее всего, уже есть. Или планируются, или не планируются. И вот у тебя есть время, которое ты можешь подарить лично себе. Ты можешь прочитать все эти книги, о которых мечтала. Ты можешь сходить на те самые фильмы или спектакли. Можно заняться темой, что ты так давно хотела. Но, знаете, ещё такая важная вещь, которой бы я хотела рассказать, вот это стиль. Я иногда поднимаю эту тему в наших соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте. И делаю какие-то посты на тему взрослых девчат, которые очень классно выглядят. На самом деле, кто-то сейчас скажет, знаешь, у меня на это денег нет. Тут вот что. Но это не деньги. И стильно выглядеть — это не какие-то особые вещи. Это не нужны брендированные для этого брендовые вещи. Для этого нужно представление, насмотренность. Вот, например, я иногда упоминаю Pinterest, где можно задать запрос и листать бесконечно интересные и красивые картинки. И в том числе и у нас, конечно, встречаются взрослые девчата, которые просто глаз не оторвать. Когда ты встречаешь такую женщину, просто ты рассматриваешь в ней каждую деталь, ты любуешься. И ты понимаешь, что этот человек наполнен жизнью, наполнен смыслом. И у него наверняка есть какие-то очень интересные дела, куда он спешит. И ты прям вдохновляешься такими людьми. Лично я вдохновляюсь всегда. Не так давно я была в кафе и встретила девушку. Я не знаю, сколько ей лет, но ей точно примерно в возрасте моей мамы или старше. Которая была очень... У неё спокойная стрижка, у неё просто пальто бежевое, серое платье кашемировое и просто чёрные ботинки. Вот просто такой абсолютно спокойный образ. Но у неё вот такие вот горящие, светящиеся, счастливые глаза. И вот эти счастливые глаза я увидела первыми, а потом всё остальное. Я начала разглядывать её образ. И мы с вами можем связать точно себе длинное красивое платье, а всё остальное тоже такие мелочи. И вот моя мама, например, отметила пару лет назад, да, я подарила ей на день рождения абонемент в спортклуб. Я занимаюсь, где и в эту же группу она ходит на фитнес. И она просто чувствует себя очень счастливой. Она спешит на эти тренировки. У меня иногда бывает желание пропустить тренировку, а она нет. Ну, я не знаю, что должно происходить, чтобы она пропускала тренировки. И это позволяет ей чувствовать себя, во-первых, здоровой, потому что у неё все мышцы в тонусе. Во-вторых, моя мама очень энергичный человек, и это позволяет ей летать на тех скоростях, на которых она хочет. И самое главное — общение. То есть там совершенно другой круг общения, к которому она привыкла, который — это не её соседи, не её подруги, не её родственницы, с которыми она любит пообщаться, и её примерно возраст. Это какие-то молодые ребята, на которых она смотрит, что-то подмечает. Ну, молодые относительно её, не относительно меня или меня. И я понимаю, что, глядя на свою маму, что через 20-30 лет я могу делать то же самое. Это меня вдохновляет. Я понимаю, что я могу быть энергичным человеком, и у меня нет мысли о том, что там где-то очень страшная старость впереди. И эта мысль отражается на лице многих женщин и делает глаза грустными. Мы с вами этого не позволим, правда? Плюс у нас с вами такое классное увлечение, как вязание, где мы постоянно развиваем свой мозг. Мы вяжем, у нас мелкая моторика развивается. И вы знаете, что мне клиенты писали о том, что и подписчики, что в некоторых вузах хирургов заставляют вязать, для того, чтобы они мелкую моторику тренировали. Мы с вами это делаем практически каждый день. И спасаем себя от инсультов, потому что как раз мелкая моторика влияет на работу нашего мозга. Так что у нас с вами отличная перспектива. Так что расскажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к этому вопросу. Чувствуете ли вы такую энергию? Что вдохновляет именно вас? Что заставляет вас не бояться смотреть в будущее? И давайте придумаем вместе название для этой рубрики. Надеюсь, было интересно и полезно. Всем приятного дня и уютного вязания. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok